Бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по чипверкам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу прямого эфира. И сейчас у нас на прямой связи. Иман Сбурвис, я думаю, всем нашим радиослушателям хорошо известный. Добрый день. Добрый день. Даже, я бы сказал, в утренней пора еще все-таки особо, что светит. Ты будешь сказать день? Да. Ну вот, насколько он добрый, сейчас мы это обсудим. Несколько интересных моментов у нас на этой неделе мы наблюдали. Прежде всего, это такое интересное служебное расследование, которое Минздрав, новый министр, господин Павлиц затеял, чтобы выяснить, кто же все-таки виноват в том, что Латвия осталась без вакцины. И теперь, насколько я понимаю, раньше середины февраля эти вакцины не появятся. И то не в том количестве, на которое мы все рассчитывали. Вот учитывая ваш такой большой политический опыт. Вообще виновных найдут? И что это изменит? Ну, виновных далеко искать не надо. Виновные все на лицо. Но вот назовут ли? Потому что, как ни смешно. Я не знаю, правда вот говорят или неправда. В Латвии говорят, есть правительство. Да, вроде есть. И вроде, но если оно есть, то виновных искать не надо. Это работа правительства. А если его нету, ничего, что кто-то заполняет своими акцистами. Значит, ну, виновные в любом случае известны. А вот побудительные причины этой вины. Суть-то вопроса в том, что латвийские так называемые политики, пока что привыкшие любой вопрос решать распилом денег. То есть, давайте нам деньги, мы их распили, а результат, как в советское время, отчитаем. Сделано то, 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 то. Ну, не все получилось. Процесс пошел. Процесс пошел. Да, вот по поводу распила денег, это тоже интересный такой момент, что когда еще вакцины были, правда, в мизерном количестве, но все-таки были. И хотя бы такую вот видимость процесса мы наблюдали, то никакого бюро по вакцинации не было. Вот сейчас, когда вакцины закончились, появилось бюро по вакцинации, зарплаты у этих сотрудников больше, чем у премьер-министра. Вот я так понимаю, что вот этот уже пошел процесс? Таблик, вот ты все-таки немножко невежливый отношению к народу. Так. И такая хорошая, не сыпь мне соль на раны. Да. Вот чем ты сейчас занимаешься? Ты народу на раны сыпешь соль. Мне даже комментировать это неприятно. Потому что, ну, сам понимаешь, надо, главное, обеспечить своим людям зарплату. Вот тут у тебя один экономист говорил, по-моему, Зайцева, что в тот период, когда надо дома сидеть, хотя бы за счет вот этих семей сэкономленных расходов, там на транспорт, на что-то еще и прочее, прочее, чиновников надо сажать на полставки, но дома. Работать. Ну, на полставки. Не, ну, у меня жена тоже, например, очень большая часть первого времени работает на полставке. Да, надо иногда и на работу сбегать, что-то надо сделать. Дома я ее не вижу, потому что она на полном серьезе работает на компьютере. Это не... Отойти можно на пять минут, на полчаса, но все время надо быть на связи, все время надо работать. Поэтому я не скажу, что чиновник, сидя дома, будет отдыхать. Нет. Но, по крайней мере, то, что его вклад в работу будет значительно меньше, ну, тогда и оценивайте так. За счет этих денег очень много, что можно сделать. А у нас денег не хватает, а чиновников умножат. Свои зарплаты, ну, лишь бы он сказал, как надо уменьшать правильно, как надо уменьшать зарплаты. Так они же возросли в итоге. Уменьшать, это не обязательно в одну сторону. Можно же уменьшать в другую сторону. Минус уменьшения. Не уменьшать, по натуре, а минус-минус. Ну, и пошел в плюс. Ну, сам понимаешь, две черточки, как-то их надо, чтобы продвинуться, их надо сложить. А главное, что у них очень шикарная программа работы сейчас. Делодорожки, прайды. Ну, и, грубо говоря, я больше ничего не заметил нового, что пойдет в Рыге. Ну, это просто как пример. Я их не угадаю. Понимаете, в Америке когда-то такая табличка на тварисинах сидела. Не стреляйте в пианисты. Каждый зарабатывает слева, что так умеет. Ну, вот эти ребята по-другому не... Таких мы их воспитывали. Так что частично это моя вина. Да, ну, по поводу воспитания. Вот буквально на днях завершился очередной опрос общественного мнения с КДС. Ну, и он показал такую, я бы сказал, трагическую картину правительству, которую мы упоминали, может быть, недобрым словом, в начале нашего эфира. Правительство доверяет в общей сложности 27%. И то из них полностью доверяет всего 3%, и 24% говорят, ну, скорее доверяет, чем не доверяет. Ну, то есть 50 на 50. Вот что с этим делать? Ведь ситуация сейчас требует общения, скажем так, правительства с народом, требует обращения к населению и по поводу соблюдения эпидемиологической безопасности, по поводу вакцин, когда они, наконец, появятся. Что вообще делать? Не знаю, нанимать пиарщиков, каких-то внешних консультантов. Что вообще делать? Что не хватает? Значит, этим чиновникам надо еще куча чиновников, господи. Ну, может, чиновники, я стараюсь, ничего другого мы производить не можем, как чиновники вместо того. Делать надо до того, а не после или вместо того. Ну, вот посмотрите, как сейчас у нас тут соседняя страна, наш старший партнер, я даже сказал бы, с Юзерем, США. Сперва они четыре года раскачивали усвои государства, а теперь, ну, скажем так, я могу предкинуться, что я даже верю, и это, хотя сомневаюсь ужасно, что новый президент полстраны очень честно попал на место. Но что он теперь на этом месте сможет сделать? Ну да, первые слова. Будем сплачивать. Как сплачивать? Ну, скажем, я помню самые сплошные вот государства в свое время. Это у Калкота было, в Алтании. Ну, у нас тоже Советский Союз был сплочен, может, не таким жестким способом. Китай. Методы сплочения разные, по жесткости. Но один метод сплочения никогда не использовался, честно говоря, с времен. Все говорят об открытости и, в частности, в отношении к тем, кого сплачиваешь. А на деньги ты никогда не применял. Это сразу уменьшает лишнюю зарплату. Ну, как там было, один хороший латышский политик сказал в свое время, что это не латышка, а национальный. Своя рубашка всегда ближе к белому, чем к джеку. Это, в принципе, логично. Да, вот возвращаясь все-таки к этому политическому процессу, ну, видимо, те, кто находятся в оппозиции, они прекрасно понимают, какова может быть судьба правящих партий. Ну, естественно, готовят запасной аэродром себе, тем более, что до выборов все им осталось не так уж много времени. В октябре 2022 года, то есть в следующем году пройдут выборы, появляются, как это обычно у нас бывает, под каждые новые выборы появляются очередные партии, очередные спасители Отечества. Ну, вот, наверное, самая громкая партия, которая сейчас образовалась, понятно, что не последняя, это партия Аудеса Гобземса, закон и порядок, так она называется. Вот все-таки, учитывая твой политический опыт, эта партия будет иметь успех, и действительно ли она востребована? Востребована, есть ли свободная ниша для такой партии? Ну, ниша более чем свободная. Ниша очень большая, но вот, скажем так, я очень радуюсь за самого Аудеса, потому что он, по крайней мере, что-то хочет. Ну, просто хочет сделать. Удастся, не удастся. Ну, хочет, да, это неоспоримо, да. У нас же, скажем, у очень многих на лбу крупными цифрами написано «Ребята, у меня бизнес не получил, запустите меня в политику, мне ужасно хочется кушать». У Аудеса, я бы сказал бы, ну, не совсем это написано. У него хочется что-то сделать. Это хорошо. Другое дело, сумеет ли, сможет ли, и тут опять начинается, что вот у него сейчас, я тоже последил, да, партию соорудили, все путем, все хотели. Хотя нет, это еще не регистрировано, но я не думаю, что если все правильно, можно исполнить, но с этого раза точно сделает. Ладно. Я имею в виду... Регистрация, да, понятно, да. Могут быть инвестиционные ошибки, какие-то ошибки всегда можно найти, но думаю, зарегистрировать. Проблема в другом. Аудес партию создал, ну, скажем, тем же методом, как это делал Затлас, как это делал Кайминдж, как это делал Фингуна, как это делал, он же... Ну, я бы не сказал бы, что делал один Кайминдж, Кайминдж Местесал бы это делал. То есть, ребята, он выходит на площадь, кричит, ребята, идите сюда, делаем партию. Это не партия. Это пока толпа, которая собралась в партию. Вот Мирский точно так же делал. Хороших людей, целой толпой, а команды, по сути, нет. Вопрос начинается не тогда, когда партию зарегистрируют. Вопрос начинается тогда, когда начинает образовываться команда. Да, у Аудеса есть время, ну, почти что полтора года. Поэтому, может быть, он создаст партию. Пока что партии фактически нету, даже если она будет зарегистрирована. По поводу ниши. Я бы сказал, в этой нише Аудес первые выскочил. Ну, наверное, Адрик Туриев сам, я иногда послушал, что ты говоришь, заметил, что он не одинок будет, в этой нише. И тут сразу вопрос. Протест протестом. Широкий, красивый протест был в 16-17 году, в 19-20, ну, это сто лет тому назад. Оказалось, что сперва на протесте можно разрушить, а вот по поводу строить, ой-ой-ой, совсем непросто. Получить ли строительство? У нас же каждый, кто обещает, когда идет в кассе, обещает, вот и сделает. Вот, например, господин Борден в Сочи активно начал делать, создавать, как он видит, правильную систему судебного производства. по всеправовую систему страны. И вдруг, ну, очевидно, от большого разума побежал к папе Карлову или кому-то. Ребята, помогите мне заставить правительство и народ понять, что я прав. Ну, у нас в результате недолго при пандемии сразу 60 тысяч безоружетников появилось, закрыли транзитную отрасль. То есть, внешние силы помогают, но не совсем так, как хочет тот, что убежит. Ну, да, заставят. Они заставят, но в пользу Латвии, я как-то сомневаюсь, они заставят так, как они видят свою пользу в делах Латвии. И поэтому я очень пожелал бы тому же Алдесу научиться теперь работать. Не только объяснять, что другие делают плохо, но научиться работать. Потому что в противном случае что? Понимаешь, есть такой процесс во всем мире, это не только в Латвии. Если раньше политика перешла в политиканство, потом как-то уже спустилась до пустозвонства, то сейчас есть еще один термин в русском языке «дому до звонства». Ведь у нас вся политика все ценности превращается в одно. Разрушим семью, разрушим государство, ну, а на обломках прежней власти мы напишем наши имена. Но имена будут написаны. А для народа, для страны я особо не понимаю, что это даст. Ну, может, я старенький, может, я уже не понимаю. Да, это хороший вопрос. Вот что касается транзитной отрасли, о которой ты говорил, да, фактически у нас падение в транзите и по железной дороге, и по ревалке грузов в портах просто катастрофическое. Многие это связывают, наверное, небезосновательно, с внешней политикой Латвии, с теми заявлениями, которые мы делаем в отношении восточного соседа. Ну, вот, можно, конечно, долго обсуждать поведение, не знаю, России в отношении Навального. Это тема отдельного разговора. Но, по крайней мере, вот наши государственные мужи одни из таких самых первых политиков международных, которые закричали, что надо ввести новые санкции в отношении России или ужесточить уже существующие. Вот, как-то все... Ну, можно же придумать там какие-то новые санкции? Почему нет? Санкции? Ну, в общем, сперва вопрос санкций. Сейчас Байден закрыл одну из параллельных возможностей получить тяжелую нефть из Канады. Закрыв это, у него остается только два поставщика. Виннес-Велос, который у него... Ну, чудесные отношения может быть когда-нибудь. И Россия. Санкции санкциями, но не будет ли так же, как сбои? Настучали, сделали санкции, остановилась поставка металла. Есть такой титан. Хороший металл. Очень нужен для Боинга. И вдруг оказалось, что фирмы Боинга начали прибегать в администрацию США. Ребята, вы что? Совсем обалдели. Потому что ну вот сейчас мы пока завоевываем рынок, вы сейчас остановите наши самолеты. все будет прекрасно. И так сейчас идет по-любому. Вот скажем к сегодняшнему днему вирусы. 25 стран сейчас ищут пути, как незаметно, зарегистрировать идеологически неправильную вакцину. Не по техническим параметрам, а по изготовителю идеологически неправильную вакцину. Я не медик, я не знаю, какая вакцина лучше, какая кожа, но когда я слушаю по результатам этих вакцин, то я в какой-то момент, ну, почитал, оказывается, вакцина теперь делает не только раньше. Если раньше это было вмешательство именно в течение болезни, как ее предотвратить и так далее, сейчас идет вопрос бездельной инженерии, я не нашел ни одного исследования, а какие будут результаты. Нет, ну, скажем, вот у меня сейчас там достаточное количество лет, уже внуки подрастают, вместо меня уже выходят на широкую рыночную площадь, все хорошо. Мне сейчас сделают эту вакцину, но самое худшее, что со мной может случиться, это я там параличем возьмет что-нибудь такое, ну, умру, это даже не самое худшее, но когда молодежь лет с 20 до 40, а ты мне скажи, как их генная конструкция потом отразится на детей и внуков и прочее и прочее. Это пока неизвестно, да. Это просто неизвестно, это не следовало. И мы сейчас смело вперед, российские вакцины имеют еще одну особенность, почему достаточно быстро сделали, они делали на базе старых вакцин, а Запад весь делал на новой базе. То есть на старой базе хотя бы большая часть была уже экспериментами, опытом проверена, но не проверяя новые составляющие. Видите, вообще, я бы сказал бы, что России повезло по двум частям. Одна от Бога, у нее почти все ископаемая есть, есть природные ресурсы, которые она торгует, я бы не сказал бы, что это очень выгодно, что они торгуют, но это их дело, это не мое собачье дело. А второе, что им повезло, что пройдя в общем-то через революции сто лет назад, пройдя через революции сейчас девяносто лет, они сумели сохранить школу, именно школу создания. На Западе каждый ученый начинает как бы вроде с нуля, то есть для себя. А там, ну скажем, те же космические достижения, которые сейчас выразили в военных приготовлениях, те же медицинские вопросы, они создали школу и развивают по этой школе. И надо что-то быть экстреординарным, чтобы они создавали новую школу. Я не знаю, как а на Западе это просто нет, каждый начинает с нуля. Ну, иногда результаты хорошие. Кроме Маска, у меня других примеров нет, хорошие примеры вот с нуля сделал и сделал. Ну, там тоже бывает разное, хорошо и не так хорошо. То же самое у русских тоже есть, я думаю, хорошо, что-то есть, совсем наоборот. Но, по крайней мере, у них есть школа, а у них есть течение, что дает определенный опыт тем, кто только что пришел. Ему есть от чего отталкиваться. Так что, вот в этом отношении это очень трудная вещь. Ну, посмотрим, скажем, вот, меня, например, очень интересовало несколько дней, что скажет господин Путин, реклама-то была, что он говорит на Давосе и прочее. Да. Я бы сказал, что для меня было достаточно скучно. Почему скучно? Потому что он, большую часть, это на мой вопрос, я не ошибаюсь, он повторился, нет, у него всегда очень системно упорядоченная речь. У него нет такого, я сейчас скажу, потом перескажу, где-то за у него система отлажена, он очень четко обосновывает свои позиции, но на сей раз она была, я бы сказал, очень сероват, потас, может, это сознательно. Повторю, в общем-то, берлинскую речь, но намного скучнее. Но одно я яро слышал. Ребята, дерьмо может быть, оно плывет на нас, но Россия в отличие от прошлого раза, к этому готова. Хотите проверить? Он готов, приходите, получите, но не то, что хотите. И вот, скажем, в этом заявлении, как я его изучаю, это очень созвучно с тем, что вот разговор Байдена с Путиным. Байден, не сам, конечно, его команда, сразу после телефона разговора начал заниматься пустозвольством. то есть вот мы ему сказали, мы ему сказали, мы ему сказали. Сказали. Российская сторона, что мы решили. Ребята, этот договор мы заключили по основным вопросам, у нас более-менее конструктивный разговор. Все. Партнеры по разговору, ну, мы все знаем, что не будет Америка вложить под Россию, но Россия никак не ляжет под Америку. тут не получится этого дела. А, по крайней мере, тот же Путин выражает, ну, скажем так, дипломатическую вежливость по отношению к партнеру переговоров. Это очень важно. Это, кстати, опять показывает, что есть дипломатическая школа, которая очень старая, еще византийская. Поэтому тут начинаются вопросы, а что мы хотим? Какой результат? Если мы хотим жить, наверное, надо, естественно, у нас и жить. Ну, если мы хотим как следует подраться, это же тоже можно устроить. Ребята, выпейте, пока радуетесь на невесту, а я пойду по поводу драки и похвачиваю. Господи, я точно пишу на каждой свадьбе. Иммон Сборо, с нас на прямой связи. Буквально минутой мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Как ты считаешь, что как делают колбасу и как делают политику, лучше народу не знать. Вот этот принцип применим в данной ситуации при ковиде-19? Любой принцип при любой ситуации применим. Хотя, если знать, о какой-то худшем языке. Скажем, Бордон, что все вероятности почитал, как Петр Первый в свое время сказал. Читать не по бумажке, дады глупость, всякого сразу видна была. С этой точки зрения, тем, кто следит за работой пленарных заседаний, Дума, Сайма, Кабинета министров, оно, конечно, надо не постоянной трансляции, пускай все видят, и что хотят, смеются, и не врут в голову то, чего устают. Если вопрос идет по серьезному решению вопросов, а мне не хочется даже знать, что и как они говорили, меня интересует результат. Если я вижу, что они выдают из этого всего словесного коноса результат, который кроме коноса у меня ничего другого вызвать не может, то мне все равно, почему они так сделают. Ведь я сразу могу сказать, что из этого роля не видят ничего. Тогда почему вот это мудозвонство надо, чтобы допускать, что мы еще должны будем... Вот мы тогда узнаем. А что мы не знаем? Не понял. Если это идет, тогда я предложил бы ему, у нас все чужие театры прикрыты, ну, проблемы, да? Но пускай тогда билеты продают тем, кто будет смотреть, ну, все. Может, кому и понравится. Я не вижу практически пользы, не вижу для дела. А вот вся эта бутафория, все вот эти, я не знаю, демократические ценности, это не демократические, это анарктистический демократизм, он до добра не доведет. Меня не интересует, пускай выспарится, пускай хоть себя друг другу, синяки друг другу натузят, но пускай выдадут результат, который мне поможет. Вот я говорю, вот вернемся как к цели. Я хочу знать, что в меня хотят колоть. Они не могут этого сказать, потому что никто не знает. Это все равно, какое они решение примут. Но они примут решение, так и так, все должны нам верить. Солнце, кстати, ошибается, оно должно с запада идти на восток. Что будет делать солнце, что будет делать народ? Народ подородит не верить, солнце подородит свой путь. Да какой смысл в том, что они это принимают? Я вот сейчас вспомню все время, мы боремся за латышский язык. Аблик, русскому человеку очень часто не совсем понятно, мне кажется, сейчас за эти 15-20 лет латышский язык превратился уже в какой-то пиджинлеттый. Потому что вот я послушал, а, ну вот мы начали говорить с протестов и с протестов партии, да. Такой Клавинч выдал речь на английском именно для запада. Так у него английский лучше, чем у премьера и президента Латвии на латышском. Его можно было понять даже тех, кто плохо владеет английским языком. А когда мы слушаем Кавинча и Левита, мы не понимаем их латышского языка. Да, конечно, может быть, мы такие дураки, что не понимаем, а они умны. А что же непонятного? Ну, президент прямо сказал тогда, это была знаменитая фраза, которая уже, в принципе, стала крылатой, что если вы умрете от ковида, то у вас не будет Рождества. Правда, кто-то начал язвить, что, видимо, те, кто умыл от гриппа, у них будет Рождество. Но в любом случае, это стало таким уже мемом, разошлось по интернету. Это в том-то и дело, понимаешь, он говорит в мыслях, переводит свой английский или немецкий, переводит на латышский. Но я, например, узнал, что в Латвии с Парога и Трис Кравас и Юс Сарпенс Венбаут великолепно. Что и что? Что мне с этого радоваться? Суть-то вопроса в том, что он не способен думать на латышском. То есть он не понимает народ, которому вроде как поправляют. Так где они найдут тот, кто язык, если друг друга не поймут? Именно потому, что говорят на разных языках. Только один сверху вниз, а другие снизу вверх. Говорить на одном языке, даже если говорить... Моряки говорят на одном языке. Хотя многие не знают друг друга, первый раз слышат, но они знают, о чем говорят. Ты пойдешь вправо, я пойду лево. Это на любом языке, хоть на английском, хоть на норвежском. Они говорят на одном языке. Мы идем, чтобы не столкнуть. А тут, верьте мне, я веду вас правильно. Ну, сдохните, сдохните. Пойдем, поведем новое саду. Господи, ну... О чем речь? Это не вина народа. Вина народа в том, что он на такие оборвители сели. А то, что мы их не понимаем, это, по-моему, не столь существенно. Такого взяли, такого не были. А значит ли это, что ты в какой-то степени, не знаю, сейчас такая вот модная фраза, это ковид-диссидент. То есть ты не веришь в вакцины и не собираешься вакцинироваться. Или это совсем не так? Не совсем так. Я четко должен знать. Я прошел школу жизни, где меня не спрашивали. Меня кололи, потому что иначе. Не хочешь, все, оставайся на этом берегу. Мне кололи. Но я четко знал, что той системе нужны здоровые, сильные, работать способные, которые не создают проблемы на том берегу, потому что на том берегу государство оплачивает. А там это намного дороже. В результате не всегда я доволен. Я знаю случаи, когда в советское время вакцинируют от гриппа, и человек болеет гриппом. Мы четко знали, что такое бывает. Бывало, что такого и не было. Сейчас, сейчас я еще раз говорю, сейчас идет вопрос о возможных генетических последствиях, которые никто еще не расследовал, не то что не расследовали до конца. Их еще просто не может расследовать никто. Это же не зря годами такие вакцины возникся. А тут, понимаете, так, башь, ра, и теперь, я не знаю, это правда или нет, но 23 норвежцы вроде бы как умерли после получения вакцины. Ну, я старенький, я отжил, но мне еще не хочется. Я хочу еще хлебушек пожевать, водочек попить, ей еще надо расти. Ничего не изменилось. Я теперь слышу о том, что есть врачи, которые после вакцины, уже не совсем владеют правой рукой. то есть вправо и плечо получить, да, а ему операцию делать. Теперь кто, врач будет рисковать, сможет, не может? Это же проблема. Но это пока проблема первого поколения. А вот когда пойдут молодые, их вакцинируют, у них могут быть проблемы уже, уходя на будущее. Нельзя рисковать. Это у анархистов просто. Пойдем, разрушим, а там посмотрим. Почему Наполеон выигрывал воина? Это только потому, что он сперва все рассчитывал. Обсчитывал, смотрел, где, в каком месте ударить. И только после этого наносил удар. На Буйдуй не получается. Это в любом деле. На Буйдуй, да, можно остановить транзитную отрасль. Мы очень красиво оптимизировали медицину все вот эти 30 лет. Все оптимизировалось. А теперь мы хотим в течение года-полгра всю эту систему вылечить. А там можно поставить любого самого хорошего. Но тогда ставьте его, дайте ему гарантии по времени, сколько? И дайте гарантии, что вы дадите ему кирпичи, доски, и он будет строить. Ну, то есть финансирование. Естественно. А тогда что-то и дело. Потому что эту систему теперь надо, ну, опять восстанавливать. Это то же самое, как благосостояние. Мы оптимизировали. Оптимизировали. Теперь кричим, что министр виноват, что там в шансионатах люди умирают. Виноват, конечно. Надо было вмешаться быстрее. Я не снимаю с нее вину. Она несет ответственность. Но делали это сообща и начали до нее. Система, чтобы работала. Надо смотреть, как система работает. Не бывает так, что я пришел, я молодой, спасибо, и сказал, а теперь будет так. Не будет так. Тебе даже если никто не скажет слово «поперег», не понимает, но так не будет. Просто потому, что так не допустим. Но если этого не понимают, вот это уже говорит о том, что народ не совсем образованный, чтобы выбрать себе правителей, которые умнее его. он выбирает тех, кого любят, но не такие хорошие. Причем в них хорошие, улыбка, маникюр всегда вовремя и прочее, прочее. И главное, говорят, пусто звонят правильно, так как неприятно. И тогда мы начинаем искать, конечно, что может быть. Россия и евреи, и прочее, прочее. Мы сами разрушаем семью, а потом ищем, кто виноват, что у нас с демографией, извините. Мы не очень. Ну как же мы разрешаем? Вот сейчас новое, ведь такое вот мнение, что наоборот мы должны поддерживать семьи, но разные, разные, вот разные семьи, разные модели семьи. Суть вопроса для чего? Биология, я не знаю, кто говорит «бог» так создал человека, кто говорит «ну, некоторые люди, может, отбезьяны или свиньи, я не знаю, от чего произошло, я так давно, так долго я еще не жил». А суть вопроса в том, что биологически любое живое существо, начиная от вируса, кончая человеком, биологически имеет только одну задачу выжить в этом мире, оставить потомство и обеспечить свой род в долгожитии. То есть я ушел, сын пришел, сын ушел, у детей пришло и так далее. У нас почему-то мы теперь будем помогать любой семье, которая не производит. Вот тогда с вирусом надо бороться, мы придумываем вакцину. Вакцина не является средством продолжения жизни. Ни человека, ни вируса. просто сприва убивает слабо вируса, человек может выживать за счет этого. А вот когда у человека в мозгах уже запущен вирус, что тебе нужна такая семья, которая тебе, так сказать, не будет затратной. То есть дети не нужны. Это уже все равно, кто с кем живет и как живет. Если дети становятся не нужны, да, семью можно уже охранять. Солдатская семья тоже это солдатская семья. 100 солдатов это как одна семья. Все великолепно. Вперед, ребята. Но больше, когда после боя из этой сотни останется 50, в следующий раз 25, пополнение когда брать будете. Мы сейчас все видим только в технике и технологии. Ну ладно, американцы, они хоть новые технологии войны. Мы покупаем бронетехнику времен конца Второй мировой войны и рассказываем, так мы теперь будем партизанскую войну вести в условиях термоядерных ракетных ударов. Ну, великолепно. Я понимаю это. Меня не так обучали. Я чего-то могу не знать. Может, куда-то. Но то, что по пути мы распиливаем государственный бюджет, который мог бы идти на то же здравоохранение. То, что по пути мы распиливаем государственный бюджет, который мог бы идти на социальные нормы, которые сейчас нужны. Ну, например, у нас очень любят дочь по балсту. Поддаем по балсту, по балсту, по балсту. Если уж мы так любим семью, тогда, знаете, маме вот эти вот пособия для того, чтобы она прошла определенную школу, научилась ухаживать за детьми. Научилась. Врачей, кстати, меньше надо, если она это будет знать. Чтобы она научилась вести хозяйство домашнее. Семья будет крепче. Платить ей за то, что она работает дома, это тоже адский труд, честно говоря. Когда детей нет, это еще женщина. Не все хотят, окей, не всем это и надо. Но у нас наоборот. У нас дает такой побал, что ну вот пособие надо взять, но с детьми не получается. Не времени надо подрабатывать, надо посох хлеба и снять. Вот если бы эти побалства были связаны с тем, что мы кого-то отливаем от работы, сейчас государство принимает решение. Решение, достойное чрезвычайной ситуации. Закрываем магазины, что бог купить. я иду в строительный магазин, мне срочно ничего я не могу купить. А что я могу купить? Вот угадай, Абик, что я могу купить в строительном магазине, даже если мне не надо? Неужели водка? Нет, неужели, а точно, без ошибки. Водка, коньяк. Неплохой ассортимент, кстати, хорошие напитки. Но в строительный магазин я раньше садил не ради напитков, а ради материалов. А теперь материалы я должен заранее заказывать. Я не совсем такой большой мастер, чтобы я посмотрел на это в интернете. Мне надо пощупать, мне надо подумать, как он будет спековаться с другим материалом. Мне это намного дороже, намного сложнее, намного невыгоднее получается и дольше. В результате я в этом магазине вынужден что-то смотреть, крутится пять-шесть раз больше, чем на деле. Ну, если винно-водочные изделия стали строительным материалом, то это может быть, я может что-то в технологиях упустил. Какие проблемы? Это моя вина, это не вина государства. да, это кстати говоря, то же самое с данными батареетами, то же самое. Я не понимаю это. Да, эти ограничения, которые совершенно не подчиняются никаким законам логики, это конечно тоже нонсенс. Почему заходя в Рим или в Максимум или в любой другой магазин продуктовый, часть товаров ты можешь купить, часть ты не можешь, если ты туда уже зашел. это совершенно необъяснимо, конечно. Не, ну понимаешь, это просто есть какая-то логика, я считаю, что в политике все издет, мы ее не знаем. Ведь, например, я тут немножко критиковал господина Путина, а ведь в 19 где-то в ноябре, я не того, по какому поводу, он же тому же классу Кашваба и сказал, ну что, мы будем брать с вас пример, работать так же. Может, он потому так говорит теперь, чтобы не очень понятно, может, Кашваба была, к чему это поведет, хотя наметки выдал. Мне они, правда, не очень понравились. Тут то же самое. Может, если есть логика, только мы ее не видим и не считаем. Например, какая логика для американцев закрыть канадскую нефтяную трубу? Оказывается, есть логика, просто мы ее не знаем, есть логика где-то, ну, человек может 50-60 фирм, которые друзья Байден, они на этом зарабатывают. У нас логика срочно наоборот. Если продуктовое открыто, там должно быть еще. Нет, мы делаем так, чтобы там нельзя было купить то, чего в закрытом магазине. Вот костюмный магазин закрыли, значит, никаких тряпок в другом магазине, продуктовом, патча же, а эти торговые сцены специально для того сделаны, чтобы по фирменным не бегать, ему надо что-нибудь от нас поршу качать, носки, шелку или что-нибудь такое. А вот теперь не-не-не, вот это не... Сковородку нельзя. французское производство. Так что... Да, к сожалению, пока ничего оптимистичного, но будем надеяться, что все-таки какой-то повод для оптимизма у нас появится. Иммон Бурвис у нас был на прямой связи. Спасибо большое. Да. На одной волне с городом. Радио.